привет зритель ты может не ждала я тут решила поесть а ложку то не взяла у меня тут рассольник на курином бульоне с кусочками сыра копченой колбасы розовой солью какими-то универсальными специями из нового набора что мне подарила картошка морковка лучок был изначально его потом выкинула рис семена чия понравилась но я сегодня умудрилась сделать заказ вместе с доставкой на бьюти патчи платной доставкой почему тут твоя волосина кошка на 1300 руки а у меня всего было 1800 и жить еще почти две недели но так как это на насадку для камерами никто не донатил вот это а деньги я грохнула сама свои то соответственно денег у меня осталось куски нос но я значит это увидела вдруг в рассылке на мыле окно гору какие-то патчи какая-то штука в довесок и что-то я давно там хотела вообще зарегаться и что-нибудь заказать но как-то все не с руки а тут внезапно увидела и что-то и много ру от них значит с ними значит сотрудничать и то и все у меня есть карта на гору но я такие забавы валяются ну и я короче говоря иди сюда иди сюда ты со мной сегодня лежала лечила меня молодец кошечка по собственному желанию пропиралась ко мне и лежала на мне пришлось сжечь чтобы она лежала на мне потому что я встаю недовольная поэтому я пару часов лежала она лежала на мне наверное теперь я буду здоровая вообще у меня тут лаваш я второй раз уже покупаю лаваш он 62 или 63 с чем-то стоит там 4 листа 200 грамм и первый лаваш я слопала за два дня просто так с чаем а второй лаваш я тут огрызла тот суп супом ну короче говоря я сделала заказ и денег у меня осталось 800 рублев у меня там маленький долг должны были я напомнила набравшись храбрости и наглости не сказали что забыли перевели короче теперь у меня 800 рублев на это самое до 12 апреля ну до 11 апреля включительно потому что 12 я бабло получу пенсионное я подумала все блин теперь буду экономить я и так-то вроде собиралась экономить потому что денег мало я думала купить свиного мяса а что это свинное мясо килограмм около 400 рублей в среднем его конечно можно разделить на несколько раз но блин если из 1800 которые у меня были поджать и 400 рублей за мясо это конечно круто полезно что такое вкусно но там молоко и яйца хлеб еще что-то на чё дальше то жить ну и вчера сварила гречки немножко так на полтора раза маленькой стульки что-то мне эта гречка понравилась мне там сыра копченая колбаса есть я это самое сама поела этому дурику дала но мы сейчас такие странные едим только из миски хозяина пока хозяин не видит это то же самое получаем свои миски то не едим она такая пока пока решена нормально если не съел оставил потом только замачиванием отмыть можно мисочку в общем я прониклась этой гречкой поела ее со сливочным маслом с колбаской меня там еще какие-то соленья есть тут еще есть эти кмин в этом супчике сварила вчера этого рассольником потому что у меня получилось так что два дня была без супа на третий день я лопала бульончик на четвертый день мне все таки умудрилась сварить этот супчик загоняла за сметанкой я раньше очень любила рассольник у меня был на завтрак обед и утром иногда иногда и ночью ну вот сейчас ем со сметанкой сварила еще гречки говорю кошка будем мы с тобой теперь есть гречку еще какую-нибудь крупу ну может я все-таки за экономлюсь и куплю эту пушку курицы или полкило свиного мяса ну что по скидке в магните тушка курицы где-то так на полтора кг выходит у меня около 200 рублей ну 200 рублей 200 с чем-то но тушке курицы половина костей а если покупать за 200 рублей упаковку длиннее как я на днях делала он как бульон на них то там опять же половина мяса половина костей то есть 100 рублей ты платишь за мясо 100 рублей за костей в два раза дешевле чем свинина но свинина там там полностью мясом а я заказала там маски тканевая какой-то бальзам до губ ну мало мне двух бальзамов там до губ я сама по идее могу сделать но что-то так получилось что тогда но ничего не заказывала себе никакую косметику на каких-нибудь там ленча и проще там какой-нибудь гризма моченьки что что внезапно подумала ну почему бы не заказать подарок там уже крем для кожи вокруг глаз и еще что-то но основном это крема для кожи вокруг глаз я подумала что раз доставка 300 рублей если быть точнее 297 или 298 хрен да то короче 300 рублей то крем для кожи вокруг глаз как бы и компенсирует там еще соль шипути от дрован я когда-то сама давно делала но пока расподоблюсь а тут ну короче иногда хочется чего-то готово что за тебя кто-то уже сделал не тебя пусть это деньги ну и заказала а потом бы думала нет так долго валялся наконец-то жила поем пройдусь и буду тапить а смотрю так думаю может поесть на камеру это чуть дольше чем просто поесть потом это надо будет клеить у меня вчера что-то ноут очень странное зависал последние пару лет это его любимое состояние тут даже немножко мяса попалось куриного что я вдруг подумала может правда пожрать на камеру к тому же товарищ мотор чатика стримов продлил подписку на еще месяц на бусте а это 270 мне копно прям можно сказать одна приличная курица средних размеров но запечь и напожрать но я как-то уже жрал курицу на камеру то надо все таки углаживать любителей жрать на камеру пожаром на камеру я знаю что его делают либо с перловкой либо с рисом я не в курсе есть у меня перловка или нет но рис был что я могу тебе отдельно в твою мисочку налить супом сделаю вид что я ем а ты его поешь или не будешь мне телефон мне только тут не наступить да кстати у меня тут есть еще я еще шикую у меня еще есть четыре мандаринчика у меня есть целых четыре цитрусовых фруктика надо их не забыть собрать в ближайшее время ну в смысле чтобы они не высохли и не испорчились можно в день по мандаринчику лопать я четвертый день машу кирки по утрам но так как у меня утро сегодня было поздно то на холодильник можно сказать днем по двадцать раз раньше я около десяти делала и там у меня уже дыхание такое как у паровоза было вчера я даже полноценную гимнастику сделала но тут что-то так-то уже как бы не раннее утро потому я делала просто махигири тут семечки чья остались можно я кого-нибудь потроллю потому что мне иногда пишут в комментах она инвалидка ну да у меня инвалидность что теперь поэтому она что до крошки заедает ну не то чтобы до крошки я могу кошки отдать но тут семена чья мне самой их хочется а она их не ждет но ну я не знаю как те которые меня мусата в камень зашрут как они едят может они там пару ложек поедят а если они оставляют я вот так все сделаю тут как раз есть носик кошка смотри тут немножко есть семян чья которые не вылились хочешь это в кадр то не влезает слабонервные это не увидят и не попсихуют вот здесь вот как раз где рука заканчивается она правда вылизывает обалдеть я потом это конкретно так смыльцем помою сейчас я достану тарелочку и положу себе кашки и вот я снова тут я не знаю гречку с соленым огурцом едят или нет у меня тут маслица есть немножко у меня еще есть немножко маслица по маленьким пакетикам разложенная козья сливочная в морозилке почему по маленьким пакетикам оно ну быстро портится там дней пять так и уже это и вот на перетопку только и я посоветую женщину которую беру покупаю молочку короче этот разложила по кусочкам по кусочкам его порезала в морозилку по пакетикам разложила и периодически достаю но так как у меня еще тут обычное сливочное покупное коровье то надо его тоже как бы зафигачить ну в смысле сначала его выделать в общем мне в жизни не хватает для счастья только мяса но данных нет и потому мясо в ближайшее время мне не светит только если там колбаса которая есть еще как-то мне подружка на сабантуй ну что-то мы отмечали с ней восьмую марту шут она принесла колбасы нарезку а колбаса оказалось ну сыр копченый но очень жирная а я не смогла ее осилить я ее брала в морозилку думаю ну потом может какой пирожок там пиццу еще что сваряю вообще редко пиццу эту делала а мне близкие родственники говорят что можно на этой колбасе например картошку потушить а потом я думаю можно же этот сделать рассудник и добавить туда эту колбасу уберу пока конечно хоть и под крышкой наверное что-то подостыло в смысле она у меня доходила под крышкой наверное надо порезать как-то это счастье так вот есть у меня из мяса только колбаса не знаю правда ли я так блин такой он холодный то а что-то я хотела один лавашик хлопать там 4 штуки а из других сделать пирожки с вареньем да может врага добавить что-нибудь такое ну как это же лавашка делают такие самопальные как бы типа смотрите десерты а на что-то в этот раз я в этот лавашик как-то ломаю произвольно и думаю что там уже не получится пирожков сделать это будет неполноценная каждый листик и у меня как обанкрутившегося буржуя алистократа у которого ни хрена нет денег но есть только имя завален колодец драконов озера Сиху Сиху Лудзин все бы ничего у фирмы арти в этот раз был колодец драконов по цвету как хороший крутой колодец драконов а по вкусу и запаху как лапсовый сушок. Короче, лось дракона с ароматом копченого чая. С ароматом копченого чая. Иди сюда. Вот чая сидит на мне, я ее глажу, глажу, а она вдруг как вцепится у меня, вот в эту руку, всеми своими зубами, передними лапами. Благо в этот раз не до крови. Думаю, что ты у меня цепилась. Я даже не шевелилась так. Ладно, мы к тебе плохо относились. Причем это у нее проявление такое люби, еще думаем, друзьям, родственникам относится. Кто приходит иногда в гости, берет им прыг на руки, а потом так-так. Начинает свои челюсти точить на человеке. Мне потом еще надо слопать. Куда? Они у меня отдельными бристерами лежали, но мы вчера решили их заиграть, пришлось убрать коровочку. По витаминке. И я сразу 3-4 капсулы их ем, а не 2, как написано. Просто их доедай, потому что бодрости от нее нет ни хрена. И то, что заявлено, тоже я не заметила. Ну, уже это, доедаю, раз уж купила. Думаю, может, все-таки она когда доестся полностью, там, хоть какой-то эффект будет. Может, у животного накопительный эффект и не сразу срабатывается спустя месяц. Прям не считая супа веганский обед. У меня, оказывается, был какой-то рецепт мною сделанных котлеток из гречневой крупы вареной. Когда я еще был уже в кукпет, они мне делали пару каких-то моих электронных сборников с моими рецептами. И я в одном нашла рецепт. Но я не делал. Повторяю, думаю, вау, оказывается, я так уже делала. Значит, у меня есть проверенный рецепт, если приспичит, можно будет делать. А ты, зритель, бывает, что у тебя внезапные такие траты, что раз и на две недели... Ладно. Ну да, все у нас две недели прямо выходит. Денег остается меньше, чем возможно. Поделись каментом, если бывает. И как ты с этим отправляешься? Это не предлюденные траты, но бывает такое, что что-то сломалось, и надо срочно это починить. И отдаешь последний день, а потом сидишь с зубами на полку. Ешь одну гречку. Это, кстати, довольно бюджетная гречка в магните купила. Хоть это совершенно обычную гречку. Варится довольно быстро. Даже медленная варки, если делать. Но это на газу делалось. Что-то не 45 рублей за упаковку 800 шоли грамм. При этом чистая, обычная совершенно гречка. А то обычно гречка последние годы какая-то супер дорогая была, да? Ну и сказать, что я тут экономлю на гречке. Ну, типа, ем только гречку. Это, можно сказать, шушикую. А сейчас, наоборот, я вот самую бюджетную гречку купила. Так вот, не тогда, когда у тебя что-то сломалось бытовушное, и надо резко его там починить. И уходят все деньги. А тогда, когда у тебя тупо мало денег. Ждать финансовой помощи без возмена не отказала. И тебе будет предписывать что-то купить. Чего, как бы, без этого более-менее можно прожить. Но с этим жить немножко приятнее. Выбираю что-то такое. Ну вот, два кусочка гульта не влезает. Точнее, как, гречки осталось только на одну вилку примерно. А там еще кусочек гурцает. А он соленый. Я просто так угулять не могу есть. Мне надо его чем-то заживать. Кошка, я обещала поесть гречки, порезать колбаски и дать тебе, и забыла. В итоге, я ем гречку без колбаски. Ну, все, у тебя есть какая-то еда. Я тебе даже вчера что-то давала. То, что ты почему-то еще не съела. Сейчас надо будет сразу помыть эту тарелочку. А то потом только отмачиваем. Геречка она такая. Геречку еще можно есть со сливочным маслом, песочком и молоком. Но это к детству ели. Я довольно поздно узнала, что гречка, кажется, это не каша сладкая с молоком. Я говорю, нет, для какого-нибудь мяса. Прервусь, помою тарелочку. У меня тут есть какие-то остатки было роскоши. Покупной высохший мармелад, я подозреваю. Какие-то самопальные конфеты, самопальный шоколад. И частично покупной шоколад, а еще какая-то хренатень. Я глядывала в окно, мне потому что интересно было, там дождь шел, закончился он или нет. Вот ну что это за нафига. Все-таки интересный чай. В общем, тут немножко отображается сам этот колодец дракона. Но по большей части идет вкус вот этого копченого чая. Ну и что-то я тут поставила. Ты, главное, не прыгни мне на камеру. Ну, забралась на микроволну, которая практически, в общем, кошка ушла. Надвисала над камерой. И куда мы идем? Не видно там было, да? Или не видно? Вот теперь видно. И у тебя есть еда, между прочим. Вообще. Ты же вчера мясо у меня ела. Не надо эту штучку вытаскивать, а. Не надо ее пробовать. Я ее хочу посадить потом. У меня там есть картошина, которая дала ростки. Я хочу ее посадить и посмотреть, что будет. Прям в паралере, в горшке в каком-нибудь. Мы спрыгнули на шкаф. Я очень надеюсь, что она не будет драть обои. Или, когда запрыгнет на этот шкаф, не будет драть эту гордину. Камера воно не попадает. Потому что оно под потолком. Я тут делала самопальный мармелад, но что-то пошло не так. И он у меня испортился. Вообще у меня тут три десерта откинулись. Как-то так, более-менее. Точнее, почти откинулись все. Три десерта. Не случился я нормально сделать там мусс. Ну, в смысле, крем на аквахабе. Я в телегу на этот черт жаловалась. Давно не пекла печенье. Первый противень как-то, это, подгорел. А второй, я вообще забыла, куда я его делаю. А, я убрала его от кошки в духовку. Он как-то, нисколько на печенье, похоже, сколько на какой-то невнятный десерт. Если его проложить, допустим, лавашом, то будет какая-нибудь пахлава. Пахвал. Короче, та штука. Пахвал. Пустина. Я сегодня осознала, что благодаря одной знакомой из моего прошлого я познакомилась с формой сотрудничества блогер-компания, о котором как бы даже на тот период жизни знать не знала. И если бы она меня не пилала, я не сделала что-то там, лишь бы она от меня стала нацепить два раза. Даже не знаю, что бы было. Поэтому я ей даже, кажется, хочу сказать спасибо тебе. Как там тебя звать? Тыклэнэн. А благодаря... Совершенно лично не знакома мне человеку, с которым я в итоге начала сотрудничество. Я поняла, что надо писать не АБК, ну не так, как вот это. Короче, надо воспринимать себя как блогера и человека, компанию, с которой ты собираешься сотрудничать, на равных, типа. Не принижать себя, а ставить на одну линию. Тогда 50 на 50. Ну, конечно, то, что ответят, не ответят, это... Вилла Минова переписана. Но есть иногда такое ощущение, что вот да, ответят. И отвечают тебе... Хотя тоже ведь это зависит от человека. Ну, короче говоря, надо просто слегка в себя поверить. Я поняла, как лучше себя презентовать. Ну, как вот там человек, который работает с другими блогерами, написал, что вот это вот, пример сообщения, именно идеальнее в плане предложения сотрудничества от блогера компании. Ох! Я, видимо, две маркетки слопала. Может быть, чаем никто это не запивает. Я там вроде как вякнула, что могу сделать АСМР-распаковку повторно. И патчи я еще не уделала, а только собираюсь. Ну, я куда-то заснула этот пакетик. Ну, я как-то это... Семеро по лавкам, дети не кормлены. Второго не двое нам. Поддержки, астамер, никакой нет. Поэтому, может быть, если я закажу в апреле что-то в аптеке, апрель. В апреле, в апрель. Надо, чтобы я запрещаю, я ее еще и распутила. То заодно куплю у них пакетик, чтобы это было все в пакетике. И, может быть, за АСМР-ю этот заказ. Ну, а если найду пакетик, и у меня будет при этом, как бы, время и возможность, то я все-таки и за АСМР-ю то, чтобы уже распаковывала. Образливалась вот так. Не так сотрудничество, а как просто от себя для любителя АСМР-а. Но промокод вам в таких случаях оставлю. Вдруг кто-то решит зарядаться. Так. Потому что я хочу там водоросли заказать. Которые у меня закончились. Так как у меня комплекс витаминов почти повторяет те витамины, что есть в водорослях, минералы. И после применения месяца надо где-то вот недели три отдохнуть от применения водорослей. То я как раз хочу заказать в аптеке апреле свои водоросли любые. Может еще что-то. И пошуршу. Если зритель, ты хочешь поддержать мой канал, тебя вдруг разжалобила моя тут эта история, потратила последние деньги на какую-то косметику. Можешь написать, ну не дура ли ты, а? Нет. Можешь это, поддержать мой канал. Вот здесь вот будет облачко. Подпишись там это на Boosty, задонать на Donatation Alerts, закинь на визу, кинь у меня биткоином, на YouMoney или VKPay. А еще ссылка в инфобоксе. Если ты ждешь СМР и готов подписаться на платную подписку СМР 200 рублей в месяц, мотивировав меня снимать почаще эти СМР, и таком, как бы сказать мне спасибо, Леля, тебе за твои шикарные СМР, то вот здесь будет облачко, подпишись. Значит это, пусс, все еще ждешь СМР, подпишись на Boosty. Ссылка опять же в инфобоксе. Если ты хочешь что-то мне послать на обзор, то в инфобоксе в самом низу есть адрес до востребования. Я надеюсь, ты покушал. Если ты хочешь просто что-то сказать в комментах, да, если еще не подписался, подпишись, а то 45% спонсорят почему-то до сих пор без подписки. Все семь с лишним лет. Мне это прям сильно попоболит. Честно-честно. Хочется побольше подписчиков. Если тебе не понравился ролик совсем, но ты осилил до конца, и у тебя весеннее-осеннее обострение, пожалуйста, поставь палец книзу. И что-то напиши в комментах, я тебе сердечко поставлю. Если тебя порадовал ролик, поставь палец кверху. Я иногда смотрю, сколько пальцев кверху под видео. Короче, если что-то просто хочешь написать, короче, без разницы, делай ключ на канале, напиши какой-то коммент в комменты. Я тебе сердечко поставлю, может даже отвечу чем-нибудь. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok